Всем привет! Продолжаем смотреть картины «Смерть Сарданапалла» Эжен Дилкруа. В 1821 году английский поэт Байрон написал трагедию, основанную на легенде о царе Сарданапалле. Шесть лет спустя поэма вдохновила Дилкруа, великого мастера эпических картин, создать большую драматическую композицию. Я цитирую то, что я нашел в интернете об этой картине. Сарданапал, согласно легенде, Сарданапал был царем Осирии, вел беспутную жизнь в неге и роскоши. Будучи осажденным в своей столице индоевропейским племенем Мидиан, он после двух лет осады решил не сдаваться врагам и уничтожить весь город со всеми его богатствами. Готовясь принять яд, Сарданапал приказал, чтобы его жены, слуги и сокровища были сожжены вместе с ним в огромном погребальном костре. Эта же участь ждала его любимую наложницу Миру, которой была оказана честь смешать свой пепел с его пеплом. Этот адский костер горел 15 дней. Картина впервые была выставлена в салоне Лувра в 1828 годах и сразу же вызвала отрицательные отзывы критиков. Ее критиковали за авторские ошибки в перспективе и зацаряющие на переднем плане хаос. Лувра был обвинен в вратамане и смаковании жестокости. Несмотря на отчаянное решение царя, на картине он выглядит расслабленным и наслаждается устроенным им оргией. Горящая на заднем плане башня символизирует равнодушие Сарданапала к своему погибающему царству. А слон со сломными бивнями, потерянную власть. Сарданапал не обращает внимания. Он наблюдает за тем, что происходит вокруг. А вокруг, противовес спокойному Сарданапалу, творится хаос, насилие и ужас. В комнате уже нагрузили драгоценности царя, они в беспорядь свалены на полу. Ну вот немножко о картине Эжена Дилакруа «Смерть Сарданапала». Все, всем пока, всем привет, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok